Пожар на улице Интернациональной начался вечером в воскресенье. 9 апреля в 16 часов 44 минуты на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи поступил сигнал о возгорании. К тому моменту, когда приехали пожарные, огнем были охвачены несколько этажей. Я сначала услышала сирену. Думала, одна за одной, думаю, скорая, скорая, скорая. А потом выглянула в окно, пожарных очень много. А так вот выглянула с балкона, там валит огонь, дым. Это ужас, что было. Прямо пламя до девятого этажа было. И пожарные, смотрю, пожарные уже начали заливать. Страшно, конечно, очень страшно. Первый пожарный расчет прибыл на место в 16 часов 50 минут. В 17 часов 21 минуту пожар был локализован. В 17 часов 47 минут ликвидирован. Эвакуировано 12 человек. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 15 человек личного состава противопожарной службы и 5 единиц техники. Очаг возгорания находился в квартире довольно большой площади на пятом этаже, окна которой выходят на две стороны дома. Это та самая квартира, в которой погибла семейная пара. А в эту, по словам местных жителей, до сих пор не приехали хозяева. Как видно, их дверь была взломана. Квартира сгорела полностью. Во время пожара в ней находились Валентина и Михаил Жаровы. 48 и 45 годов рождения соответственно. Их попытался спасти один из соседей. С первого этажа там один мужчина противога садил. И туда он думал, может как-то их спасти и все. И ей сказали, он знает, что она дома Валя, Валя. Она, Миша, значит, сказала, чтобы его оттуда вытащить. Вот. А он говорит, ты сама выходи, сама выходи. Почему она вот не выбежала? Может, она уже наглоталась, ты и гори. И поэтому не смогла встать. И что, как, не знаю, это же. Неравнодушный сосед с первого этажа отказался давать комментарии. Однако пояснил, что в квартире к моменту его появления было уже ничего не видно. Также известно, что погибший пожилой мужчина имел проблемы со здоровьем. Плохо передвигался. Последние годы почти не выходил из квартиры. Его жену соседи видели чаще. Конечно, жалко. Жалко соседей. Единственное, что жена прям плакала. 40 лет вместе прожили. Где-то помоложе. Ну, так где-то за 70 уже. Точно не могу сказать. Сын, два внука. Все вроде нормально. По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Очевидцы утверждают, что хозяин квартиры действительно курил. Очень много он курил. И вот, видимо, все-таки незатушенная сигарета. Говорят, они когда-то занимались торговлей. И очень много вещей было на балконе. Возможно, именно эти вещи так сильно загорелись, распространяя огонь этажами выше. Пострадала квартира и на шестом этаже. Сгорел балкон восьмого этажа. А вот седьмой этаж спасли закрытые пластиковые окна. Благодаря хорошим окнам, качественным, пострадало только одно вот это окно на балконе. Ну, немножечко запах горит. Копоть – это мелочь. По сравнению с тем, что другие испытали. Выгорели и выше этажи. И внизу все пролито водой вплоть до первого этажа. До сих пор все течет. Поэтому мы вообще счастливые люди. Благодарим судьбу, что, в принципе, нас вот покасательно и прошло это дело. Единственное, конечно, психологическое состояние. На седьмом этаже в момент пожара находилась бабушка с двумя пятилетними внуками. Женщина, почувствовав запах гари, позвонила родным, которые приехали и вынесли испуганных детей на улицу. На самом деле очень приятно, что после этого происшествия приходили, я не знаю, кто они, и ГУЧС приходили, интересовались. И приходила женщина, спрашивала, не нужно ли куда-то переселить. Не будем ли мы покидать квартиру. И телевидение заинтересовалось. То есть, конечно, приятное участие. Неравнодушные соседи собрали средства для семьи погибших и сами восстанавливают свои квартиры. Если у рязанцев появилось желание помочь пострадавшим, обращайтесь в редакцию нашей телекомпании. По состоянию на 10 апреля в квартирах ниже пятого этажа продолжает течь вода, появившаяся в результате тушения пожара. До сих пор вот течет вода. Вот течет вода сверху. У меня третий этаж, а это вот с четвертого этажа идет на меня вода. Как выяснилось, пожар в доме 17, корпус 1 за последние годы происходит не первый раз. Жильцы говорят о четырех возгораниях. Подтверждают информацию и продавцы близлежащего магазина. Ну там вот где-то через два подъезда, наверное, там на девятом или седьмом этаже. Так дым шел и все. Но это там другие люди были, да. Причина смерти Валентины и Михаила Жаровых пока устанавливаются, а сотрудники пожарной охраны предупреждают о необходимости принятия экстренных мер при появлении огня, запаха гари или задымления. Первое. Сообщить о ЧП по телефону 01 сотового 101, указав точный адрес происшествия. До прибытия пожарной части принять меры к оповещению людей, эвакуации и по возможности приступить к тушению очага. В помощь может идти вода, песок, огнетушитель или плотная ткань. Покидая помещение, где произошло возгорание или соседнюю квартиру, нужно закрыть окна и входную дверь, не допуская распространения огня и притока воздуха.